Всем привет, дорогие друзья! Ну что, видите, что за колясочка у меня сегодня? Это коляска от компании Cypux Balios S-Lux. И именно 23-го года, друзья, обновленная версия. Предыдущий Balios был прекрасным вариантом. Очень хорошая, достойная колясочка. Обзор у меня есть, я не помню какого года. Но, во всяком случае, на канале он есть. Но то, что они сделали сейчас, ну ни в какое сравнение не идет с предыдущим Balios. Прошлый он такой, подешевший, скажем так, колясочка. И она ощущается и выглядит. Но вот этот вариант, да, он стал дороже, друзья, но он не в два раза дороже. Абсолютно. И он стал более премиальным. Он сейчас абсолютно хорошо конкурирует со своим же старшим братом Priam. Да, топ еще богаче сделан, еще интереснее. Но, скажем так, не всем нужна вот эта вот вся, такой кричащий внешний вид у коляски. Многим достаточно вот такого хорошего, спокойного премиума, как я считаю. Вот, не всем нужен вот этот Priam. Вот. Ну, конечно, и у Priam есть свои поклонники. Никто его не отменяет выходом Balios S-Lux. Но это очень достойная альтернатива. И внутри бренда появился такой сам себе конкуренция внутри бренда, образовалась. Как мне кажется. В общем, друзья, расхваливаю, что это я ее. Но не безосновательно. Коляска достойная. Два в одно сегодня мы с вами разберем. Посмотрим, что из себя она сейчас представляет. Напомню, немцы, в двух словах, вводные технические характеристики, а подробные будут по ссылке внизу в описании. Немцы, год гарантия 12,6 вес с люлькой, 11,2 с сиденьем. Она, как была, одна из самых легких, такая и осталась. Вот, 110-175 прогулочный блок. Это мы посмотрим. С рождения до 4-5 лет приблизительно. Но это сейчас такой золотой стандарт все коляски до этого возраста. Потому что сейчас большинство колясок, как и Balios S-Lux, до 22 килограмм. Веса ребенка выдерживает. Вес 60 сантиметров колесная база. И люлька здесь, друзья, 78 на 32. Очень большая вместительная люлечка. Поэтому вот зимой, сейчас вот у нас в зиму, скажем так, сезон к зиме подходит. Сейчас вот завтра 1 сентября. Поздравляю всех, кстати, родителей с таким чудесным днем. Вот. Кого-то облегчение, кому-то наоборот страдания появляются. Ну, в общем, смотрите, сверху вниз будем ее изучать. Начнем с люльки и потом перейдем к прогулочному блоку. Так, смотрите, люлька классическая, большая, полноценная люлечка. Сразу хочу сказать про ткань. Ткань здесь, друзья, она и в Balios S-Lux в обычном прекрасная. Но здесь она стала поприятнее, более гладкой, более плотной и тактильно более приятной. Более премиальной, соответственно, ткань. Очень классная на ощупь. И такая ткань очень хорошо себя зарекомендовала. Я много таких вариантов ткани видел, и они все долгоиграющие и, скажем так, не теряют товарный вид. С этим все хорошо, друзья. Давайте начнем с козырька. У нас на козырьке есть вот такое вот окошечко с москиткой. Держится она на кнопочке, вот эта часть. И никакой ветер ее, соответственно, не сбросит. Вот. Имеется также козырек вот здесь у нас дополнительный, который заворачивается внутрь. Ручка у нас есть здесь для транспортировки в эко-кожа. И здесь, и здесь. Ручка прям реально огонь. Толстенная, качественная, такая грубая эко-кожа. Естественно, это не натуральная кожа, но прям то, что надо. Хват, как я люблю. Вот. Регулируется у нас козырек с помощью кнопочек по... Внутри две кнопочки. Соответственно, на них нажимаем. Не по очереди, а вот вместе нажимаем, и он опустится. Так, сюда еще глубже он не идет, друзья. Кто может подумать, что, возможно, он бы шел. Нет, сюда он больше не двигается. Имейте в виду. Также у нас в комплекте есть накидочка на ножки для ребенка. Все это держится, друзья, с помощью кнопочек. Ни липучек, ни магнитиков, а добрыми проверенными годами кнопочками. Они не слетят, ничего не будет. Вот такая накидочка, вот такой высокий бортик, чтобы ребенку меньше задувало. И, соответственно, ребенок хорошо у нас закрыт. Так, друзья, давайте я сейчас возьму маленькую камеру и покажу вам люлечку внутри поподробнее. Собственно, друзья, вот как она у нас выглядит внутри. Сразу хочу сказать, друзья, очень качественные, приятные ткани. Вот прям вот очень хороший материал. Очень дорогой, мягенький, натуральный. Прям вот хочется его трогать и трогать. Видите, у нас здесь есть такие вот кармашечки для чего-либо. Не знаю, что можно в такие малюсенькие положить. Ну, в общем, все как есть. Видите, она большая, 78. Очень хороший размер. И смотрите, какое у нас основание дышащее полностью, перфорированный пластик. Вот такие вот дела, друзья. В общем, люлечка здесь 5 баллов из 5, мне кажется. Все прекрасно. Мне нечего к ней добавить было бы. Ну, собственно, люлечку мы с вами увидели. Теперь давайте посмотрим, как она снимается. Снимается она очень просто. Кнопочки здесь есть, они с памятью. Нажимаем одну, вторую и потом поднимаем. Также, видите, у нас есть здесь ножки, чтобы спокойно можно было ставить на землю. И не бояться, что она запачкается. Вот спокойно поставили. Огонь. Так, теперь прогулочный блок, друзья. Вот, собственно, вот такой прогулочный блок у нас. Как по мне, он по форме, по факту особо не изменился. Но материалы стали поприятнее. Как я сказал уже про люлечку, материалы прям топчик. Вот эти все вставки, матрасик, вот здесь дышащие материалы. Также у нас регулируемый по высоте на месте непосредственно ремешочек есть. Мягкие накладочки на паховой зоне, на плечевой. Все по-взрослому, все хорошо. Он, естественно, друзья, реверсивный. И по ходу, и против хода можно ставить. Так это выглядит. Подножечка у нас регулируемая. Хорошая, здоровая ступенька, чтобы ребенок сам мог залезть. Откидывающийся в сторонку бампер, как калиточка, чтобы удобно было сажать ребеночка. Он тоже в эко-кожей, брендированный. Все хорошо. Козырек, друзья, смотрим на козырек. Вот тут вообще царский козыречек на самом деле. Козырек тут прям очень крутой, потому что он в сидячем положении, вы видите, падает ниже бампера. Но, как и было, он опускается у нас вместе со спинкой. И получается, ну вы это прекрасно видите, докуда он у нас идет. В принципе, при использовании накидки на ножки, можно решить вопрос, чтобы ребенку не поддувало. Давайте я сразу вам назову комплектацию. В комплекте накидки на ножки нету. Но есть только фирменный дождевик. В принципе, все. Вот. Вот сейчас как раз-таки 170 градусов, о которых я говорил. 175, пардон. 175 градусов мы лежим. Это очень хороший показатель. Обычно 170, но чаще. И 110 мы сидим. Не капитанская посадка имеется в виду, не полностью там под 90. Просто, ну, капитанская посадка, сори, оговорился, она осталась. Очень хорошая. Вертикальная хорошая посадка. И многие дети и родители хотят, вот именно, чтобы ребенок более сидячее такое положение имел. Так, давайте теперь с вами посмотрим на раму. Ее изучим. Ручка у нас, естественно, регулируемая. Это для складывания. Это вы увидите. Толщина ручки, повторюсь, очень мне нравится. Эко-кожа. Хват супер. Под любой рост вы отрегулируете. С этим все хорошо. Что касается, друзья, рамы. Здесь вот такое основное отличие от балюса предыдущего. Ну, они еще сейчас параллельно продаются, на самом деле. Вот. Переделана конструкция амортизации. Она стала ощутимо мягче и приятнее ехать. Она стала ехать дороже по ощущениям. Вот. И тем самым она приблизилась больше к такому премиум классу по ощущениям от коляски. От сборки. Как она едет. Как она рулится. И та хорошая маневрная. Но этой что-то вот придает вот эту вот дороговизну ощущений. Вот. Колеса у нас такие же. Полиуретановые. Передний с блокировочкой. Все хорошо. Амортизация мягенько. Все едет. Багажник у нас очень хорошим. Классным доступом. И он сам по себе большой. Тормоз у нас самый правильный. Оба раза мы нажимаем сверху и тормозим. И снимаем с тормоза. В общем, по шасси, друзья, у меня вообще претензий к ней нет. Все хорошо. Также у нас здесь, видите, есть такой кармашек для какой-нибудь мелочевки. А теперь давайте посмотрим, как это чудо можно сложить. Вот так вот кидаем. И что нам нужно потом? Вот здесь рычажочек. Оттягиваем. Нажимаем кнопку. И толкаем. Внутри в раме есть кнопки. Нажимаем. И она пошла. Все. Вот таким образом, собственно, она у нас складывается. Ее можно и поставить, друзья, если зафиксировать колесики. Вот, собственно, вот такой вариант. И по ходу, и против хода. Соответственно, можно это все провернуть. Чтобы разложить, нам нужно отогнуть обязательно страховочный фиксатор, который не дает ей случайно разложиться. И, собственно, можно пользоваться. Все, вот она в рабочем состоянии. В общем, друзья, технически, возможностями она от Балиуса не отличается, который до обновления, соответственно. Но, в целом, со всех фронтов ее сделали лучше, приятнее. Она стала мягче, с лучших материалов. Она стала ощущаться более дорогой и приятной. Но она и стала более дорогой, друзья. Поэтому это такой четкий, как по мне, получился баланс между запредельной ценой за дизайн в приаме. Но там же больше вы покупаете себе какой-то статус. Я не знаю, красиво на площадку заехать. Хотя и с этой детской площадкой. Хотя и с этой можно красиво заезжать. Мамы оценят. Вот. Собственно, такой вот, как по мне, премиум без лишних переплат. Солидненько, аккуратненько. Все супер. Сайбексу. Вообще, ноль вопросов по качеству. В принципе, все очень всегда хорошо. И, кстати, очень ликвидно на вторичке. Можно это все дело потом продать. Ну, собственно, друзья. Все, что хотел рассказать. Рассказал. Вопросы есть. Пишите в комментариях. Отвечу. На колясочку ссылочку внизу. Повторяюсь, я уже говорил. Что есть. Понравилось. Заказывайте день-день. На следующий день вам привезут. И проблем, собственно, никаких не будет. Ну, а мой личный рекомендацион. Обязательно изучите коляску. Очень достойный вариант. Но я хочу пожелать вам сделать главное. Хороший, крамотный выбор коляски для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока.